Ещё что-то есть. Пишем, пишем, пишем. Наверное, всё-таки свет отсюда надо включить. Пишем, пишем, пишем. Креубляция сердца. Смотрим, что такое креубляция. Такое замудрённое слово, криво. Насколько я так понимаю, я понимаю криво. Так что-то там холодовое, наверное, прижигание будет. Ну, посмотрим. Креубляция полное описание метода. Креубляция, этот метод лечения раковых опухолей с помощью замораживания. По действиям отрицательных температур клетки погибают и лишаются питания. Метод используют как альтернативу операции при противопоказаниях или если опухоль расположена в труднодоступном для скальпеля месте. Также холодом обрабатывается область перед операцией, чтобы образование уменьшилось и стало доступнее для удаления. Область применения. Ага, сердце. Метод используется для восстановления проводимости электроимпульса. Экстремальному охлаждению подвергаются сердечные ткани и пути, нарушающие движение импульса, что ведёт к аритме. Креубляция сердца делается с помощью введения креокататора или манипулятора через хирургический разрез. Креокататор – тонкая трубочка, которая вводит сердце через вену на ноге. Второй метод – хирургический способ креотерапии на открытом сердце. Чтобы добиться максимального эффекта лечения фибрилляции предсердия, участки замораживаются точечно. В ходе процедуры используют устья легочных вен, отключая их от сердца. Используют две техники – точка по точке и крыболонноабляция. Доброго здоровья, и вот я перед вами. Это я – светоч народной медицины здорового образа жизни. Расскажу две истории. Значит, смотрите, сейчас февраль. А я вам говорил, январь-февраль – это два месяца наиболее опасные для сердца. Опасные для сердца. И особенно опасные они для тех людей, которым уже так лет за пятьдесят. И вот я привожу два случая. Таких показательных два случая. Первый – когда я поехал в Екатеринбург, мой знакомый Александр рассказал мне следующую историю. И вот у него произошла там аритмия, что-то там с сердцем, так называемая мерцательная аритмия. Ну, короче, проблемы с сердцем на основе вот этой вот мерцательной аритмии. И вот сердце трепещется, так и так. Пошел к врачам. Они предложили, говорит, мне метод прижигания в сердце. Там какой-то зоны, которая отвечает за распространение этих электрических импульсов и так далее. И вот, как бы сказать, что, что и как там делать. Что бы ты там посоветовал, я посоветовал? Светоч. Светоч народной медицины, здорового образа жизни. Знает, кому обращаться. Ну вот, я говорю, знаешь, ну помимо того, что сердце вот в этот период слабо, должны быть веские причины на то, чтобы оно сдало. Вообще-то сердце такой орган, запас прочности у него, ну, огромный. Оно постоянно сокращается. И для того, чтобы на него как-то повлиять, как-то его разрушить, это в первую очередь эмоциональное волнение. То есть это, как правило, какое-то эмоциональное потрясение, которое человек переживает, очень переживает. Он говорит, да, у меня умер близкий мой там знакомый, друг. Узнал о такой вести. Я взял две бутылки водки и залпом выпил. И при этом было такое, значит, состояние от этой всей новости, что водку я выпил как воду. Она не подействовала никак, знаете, как-то не успокаивающе, не расслабляюще. Вот, а на следующий день после этого началась вот эта вот аритмия. Ну, я говорю, в первую очередь так нельзя делать. Если такое случилось, надо совсем по-другому отреагировать, но ни в коем случае не таким вот ударом. Водки осознать всю эту потерю. Естественно, там какие-то мысли должны возникнуть. Как тут, допустим, помочь там, пускай там с похоронами, помочь семье там умершего. То есть, проявить такую, как бы сказать, помощь посильную и нужную. А что касается самой смерти, ее, естественно, вернуть нельзя. Поэтому надо относиться к этому. Состоит из вот таких череды рождений, смертей, каких-то там событий и так далее. То есть, отношение должно быть какое-то разумно-спокойное. Возможно, это для кого-то тяжело слышать, возможно, разумно-спокойно. Но, тем не менее, вы помочь уже, когда произошло событие, вы не можете помочь этому человеку. А зато навредить себе, хо, пожалуйста. А потом, потом. А я, ой-ой-ой, вот я жить хочу после этого. А что ж мне делать? А как мне делать? Ну и наша суперсовременная медицина предлагает вот такой метод. Да, прижмем этот участок, который заведует этими распределением электрических импульсов. И он там то ли отомрет, то ли успокоится, то ли еще что-то там такое. Ну, что-то такое будет. Я говорю, так, Саша, волноваться не надо. Это я с тобою, я с тобою. Будь спокоен. Пойдем пообедаем. Пойдем там поужинаем. Все там такое. Спокойная обстановочка. Успокойся. Погуляй. Отвлекись. Вот сколько там я как раз был. У меня там три. Он был постоянно со мной. Общение. Естественно, моя аура, энергетика воздействует на него. Он успокоился. И потом, когда я уже отлетал на самолете, только раз, получил от него такое уведомление. Пульс нормальный. Все хорошо. Все нормально. Ну, нормально, нормально. То есть, в таких ситуациях сердце любит, в первую очередь, это покой. Должен быть покой. Покой. Успокоение. Потому что она больше всего реагирует на вот эти все. Ага. Вот он как раз мне пишет. ГП. Надеюсь, долетели удачно. У меня сюрприз на фото. Без аритмии. Пульс 48. Без таблеток. То есть, таблетки все это там такое. Вот тут он еще. Видите, обрадовался человек. Что и давление там повысилось. И все там повысилось. И, короче, в полнейшую организм пришел в полнейший разбаланс. Все выведено из гармонии. И выводит его именно потрясение. Эмоциональное потрясение, которое человек переживает. Эмоциональное потрясение идет по всем тонким телам. Извращает все. И, естественно, в тонких телах идут свои собственные программы жизнеобеспечения. Так вот эта мощнейшая волна потрясений от события, которые человек не может с ним справиться, а вот так реагирует. Она все искажает. И потом долго-долго это будет приходить в нормальное состояние. Но это же надо знать, как привести. Теплую ванну принять. Для того, чтобы человек прогрелся. Для того, чтобы расслабился. Послушать успокаивающую музыку. Погулять. То есть это не один день делается. А можно всю неделю делать. Раз в день перед сном. Чтобы все это было. И более-менее все это приходит в норму. То есть вот один случай. Буквально таки сегодня приходит мне от другого знакомого такое же письмецо. Приходит оно. Петрович, здравствуйте. Недавно у меня появилась тяжесть в области сердца. Холтер показал. Я не знаю, что такое холтер. Мерцательную аритмию. Сбой ритма сердца. Показание креобляции сердца. Сразу скажу, креобляция сердца. Вот я как раз вычитал. Это воздействие на область сердца. Не прижигание с помощью электрического тока. А прижигание с помощью холода. Ну давай мы когда-то холодом прижжем эту область. И она там нормально стоит. Значит, это показания к креобляции сердца. Строгий пост поможет в исцелении. Что подскажешь? Направишь. Прочитал о пользе аскорбиновой кислоты. Как принимать с уважением, значит, Геннадий из Дивеева. Я, значит, ему пишу. Ну что пишу. Что это от нервного переживания. Каких-то забот, которые в человека гложет. Забот. Значит, говорю мы. Ежедневные прогулки. Отличение от дел насущных. И постепенно все придет в норму. Компот из сухофруктов. Чтобы там обязательно были абрикосы. Пускай и сушеные яблоки нормально. Голод, конечно, поможет. Но важно понимать, как вести себя после. Чтобы такое не повторилось. И вот он отвечает. А я знаю, что у него там какие-то проблемы были. Что он там переживает. Знаете. Есть глубинные переживания по поводу того или иного. Которые. Нет, нет. Как-то это. Нахлынут. А потом опять вроде бы как обстановка изменилась. Человек, как бы сказать, забывается, отвлекается. А потом, знаете, опять вот там что-то там такое. Он пишет в точку. Совет очень хороший. Благодарю тебя, дорогой Геннадий Петрович. Вот так вот сразу пишут, что тяжесть под сердцем или аритмия или еще что-то. Что делать? Как бы сказать, вот она последствия. Только вывали последствия. У меня тяжесть под сердцем, аритмия. И там у меня, значит, аритмия. То-се. И будто эта проблема, вот так как-то она свалилась. И ниоткуда не взялась. И надо ее как-то решать. Решать там, допустим, ага. Вот. Вот эти вот. Методы я там два сказал. Плюс там, думаю, это аскорбиновая кислота. Как там ее там принимать аскорбиновая кислота. Эта аскорбиновая кислота полна-полна в настое шиповника. Наставите шиповник, пейте ее там полной-полной. Но не в этом дело. Не в этом дело. Я еще разок хочу вас сориентировать, как светоча здорового образа жизни, народной медицины, на профилактику и на познание причин. Это уже следствие причин. Прежде всего, это эмоциональное потрясение. Второе, это сейчас холод. Конец зимы, холод. Значит, что? Эмоциональное спокойствие. Успокаивайтесь, как можете вы. Я просто вам рекомендую. Это, как правило, смотрите. Теплая прогревающая ванна, расслабляющая и дающая тепло, когда сейчас в атмосфере холодно. Далее. Успокоение и отвлечение. Вы должны отвлечься от той проблемы, которая вызвала у вас вот этот вот стресс. Потом, проросшее зерно, витамины группы В и прочие, 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 живые и с энергетикой. Вы вникните в такую вещь. Витамины, которые продаются, ну, возможно, они там по-своему там хороши. Не будем там особо там на них накачивать. Там нет энергии. А те же витамины, которые находятся в проросшем зерне, снабжены вот этой энергетикой. То есть, энергетика и, как бы сказать, материальный носитель в виде витаминов, они должны быть в связке. Вот тогда они работают. Плюс, компотики из сухофруктов, прогулочки регулярные. И ваше сердечко быстренько пойдет в норму. Если же вы это ничего не будете делать, не понимая, что, ага, там вам прижгут или еще что-то. Что такое прижигание, что такое охлаждение в сердце? Это травма. Как дальше все это сердце, будем говорить, переживет, переживет сам организм. Это все это внедрение. Кто его знает? Вот я вам привез два случая из своей практики, из своей практики, знаете, это не теория, а практика, которые великолепно действуют. Даже простого. Вот того, что я написал отцу Геннадию. Успокойтесь, это, то, 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 то. Сразу его воодушевилы. Важно человека воодушевить, как бы сказать, направить, ободрить, ну, а не то, чтобы прижечь там или еще что-то сделать. Ну, вот такой вот кратенький постик от Светоча здорового образа жизни и народной медицины. Я так себя теперь буду называть. Уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего!